У нас стало холодно, очень. Холодно, да. Холодно, ну а чё сделать? Холодно. Холодно, да. Согласен. Ты хочешь печку включить и открыть? Нет, я хочу... Я так долго не смогу его держать. Изольда Кац. Я хочу вам сказать, что я нахожусь в аду. Посмотрите, как я сплю. Как... Я даже не знаю, как кто. Такой мой первый раз в моей жизни. Вы дали мне какое-то странное одеяло. Даже простынь. Мне не выдала это гестапо в юбке. Вот такая моя жизнь. Я объявляю забастовку. Вы слышите меня? Я не собираюсь находиться с этими нелюдями в одном доме. Сколько можно здесь терпеть? Я хочу зайти в инстаграм. Я уже пять дней не заходила в инстаграм. Что там дело? Что там происходит? Вот, например, Камила сейчас в Будапеште. Стелла уехала на филиппинский остров. Мне кажется, камеры выключаются. А когда Милана говорит одеть коробочки, они включаются. Да? Ну да. Ну а зачем им постоянно работать? Ну вот, смотри, видишь, они заработали. А мне кажется, в другое время... Повернулась, да? Да, они не работают по-другому. О, ничего себе. Жольда, у нас очень холодно. Мерзнут ноги. У меня тоже мерзнут ноги. Шиншилла греется. Вот она. Шиншилла – это мягкое и нежное создание. Ну вот, про тебя. Ты дикобраз? Я? Нет. Я енот. Да, спасибо. Я енот. Доброе утро, наследники. Вас начинает любить весь мир. И мне уже даже как-то не по себе. Вы просто влюбляете в себя весь мир. Ну и... Ну и вот вам первое задание на сегодня. Вас начинает любить весь мир. На самом деле, на самом деле. Какое приятно слышать. Нет, начнем с того, что очень приятно. И не факт, что это все про... Оооо, пора заняться спортом! Со спортом! Пусть Васич качает пресс 20 раз. Почему я так радостно об этом сказала? Вась-Васич, помнишь, ты показывал боковые трицепсы? Вот, значит, надо, значит, сделать вот так. Вот так положить руки. Я не люблю спорта, в принципе. Да это легко! Васьич качает пресс 20 раз. Смотри, вот, кладем подушки вот так, Вась-Васич. Почему именно я-то я слышу, я понять не могу. Вот я видел, ты качаешься, это... Почему нахрен мне-то вот этого? Но ты подумай, хорошенько. Может, кто-то переживает и хочет, чтобы у тебя был пресс? Кто-то хочет, чтобы ты видел свои коллеги. Я тоже вас смогу с тобой. Да, давайте, это же спорт, это здорово! Да это, ладно, что там надо делать? Короче, смотри. Смотри, я кладу подушки. Это делается... Мы будем качать тебе нижний вот этот пресс. Смотри-ка, да ты не переживай. Вот, смотри, я ложусь. Да. Это вот так тихонечко. Ай! Это верхний пресс. Ну, вообще, да. Ну, вот нижний. Нет, тебе не нужно так поднимать, это слишком сложно. Нет, это нижний пресс. Дайте, да, я договорю, пожалуйста. Просто тебе нужно отрывать лопатки от пола и все. И так как бы скручиваться, понимаешь? Как это скручиваться? Вот она сейчас ляжет и покажет. Нет, нужно просто ложиться. Подушки не нужно использовать, на самом деле. Но можно простудиться. Тебе нужно согнуть ноги в коленях и просто поднимать. Сколько тебе хватит? 20 раз? Нет, я максимум 20 раз делаю это максимум. И вообще я бы сделал 5 раз. Блин, почему нет? Ладно, все, отходить так. Что там надо? Давай вместе. Давай. А ты же до этого там что-то вы говорили. Любит весь мир, что-то. Я очень соскучилась по спорту. А ты что, спортом заним... Нас полюбил весь мир. Заниматься. У нас полюбил весь мир. Доброе утро. Это здорово было, если бы к нам приехал фитнес-тренер. Короче, сегодня у нас утро начинается. Зарядочки, утренний зарядок. Сокрутся ноги в коленях. Ну и что? Делай 20 раз. Поехали, дай мне. Раз. Господи. Два, спаси меня. Три бабочки. Давай, давай. Четыре бабочки. Пять. Шесть. Семь. Давай, давай. Двяосемь. Девять. Слушай, ты можешь руками помогать тебе. Руками можешь помогать. Одиннадцать. Руками помогай тебе. Двенадцать. Еще, давай, 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 давай. Еще, Семь, раз. Четырнадцать. Руками помогай. Пятнадцать. Помогай, помогай. Двенадцать. Давай еще четыре. Двенадцать. 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 Да ладно. Вась, о, ты вообще молодец. Завтра будет живот болеть, Васич. Класс. Вот это задание. Вась, Васич, кто вот мог тебе такое задание прислать? Мне вот интересно, кто пришлёт. Что вы говорите? Спасибо, Исольда. Вы прекрасно справляетесь. Спасибо. Исольда Кац. Так, Исольда Кац, скажите, пожалуйста, а мы вот обязаны выполнять все вот эти задания, что ли? И что мы за них получаем? И как это нам поможет добраться или получить наше наследство? И как вообще его прессы и наследство могут быть связаны? Получается, Вась-Васьич достойный сейчас? Мне понравилось. Мне кажется, Васьич сейчас достойный еще. Это здорово. Кто-то из добрых зрителей хочет, чтобы он к старости свои коленки видел. Исольда, нужно отправить нас в свой клуб, чтобы там позаниматься как следует. Я думаю, что он и сейчас их видит в отражении. Нет, покажешь. А, покажешь. Нет, 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 нет. Я Ози хочу справляться. Мне кажется, если он встанет вот так, он будет увидеть колени свои. Я буду готовить, я кулинарный. У нас не просто так сделан тут, понимаете? Чтобы мы видели, насколько мы обалдели. Васьич хорошо справился с этим. Да, для первого раза это очень прекрасно. Он хорошо справился с этим, и Зольда Кац. Да, и Зольда Кац, пожалуйста. Слушайте, вы из нас делаете супергероев? Мы супергерои, потому что нам очень холодно. Мы без обуви, без обуви, мы замерзаем. Поэтому нам на самом деле выявляемся супергероями. Ты можешь вот так ногами делать, они будут разогреваться. Да, супер. Да, в туфлях, на каблуках вот прям. И все будет хорошо. Ты будешь есть эти помойки? Ну, конечно, не помойка, это нормальная еда. Ты вчера ела эти помои тоже. Значит, ты помойный бак. Я не буду находиться в комнате с низшими расами этого человечества. Да, покидайте, пожалуйста, комнату. До свидания. Спасибо большое, что вы... Вы спасли нас от своего присутствия. Вот мяско, видишь, картофанчик. Катерина, как ты будешь готовить рыбу? Запекем в духовке. Да? Запекем? Запечем? Запечем? А, это я включил. Слушайте, Катерина, а вот ты знаешь, как бы можно взять вот эту штуку. Нет никакого спорта, я уже пять дней без спорта. Мой тренер, наверное, потерял меня. Пожарить на ней сразу, не в духовке. Можно как-то позвонить? Верните, пожалуйста. Смотри, Вась-Вась, ты смотивировал безумного Макса заниматься. Вот это стихотворение на выбор. Я хочу, как вечеринку, задание. Стихотворение? Да. Ничего себе. Ну, спасибо. Это очень приятно. Кататься. За такое задание. Веселиться. Стихотворение на выбор. Интересно, что же мне прочитать? Что же, что же? Чайковского. Чайковского? Не-не-не, подожди, да подумай. Чайковский не читал стихи. Может быть, читал, но не писал. Может, Чуковский? Чуковский Корней, который? Ну да. Корней Чайковский. Нет, он не по мне. Про муху, сука, туху. Давай. Так, у нас кто есть? Давай Пушкина. Пушкин. Пушкин, Маяковский, Есенин. Толстой, да? Пастернак. Толстой не поэт. Блок. Он писатель. Блок. Фед, Тючев, Гумилёв. Рождественский. Роберт Рождественский. Ну, у Роберта Рождественского мне нравится несколько стихотворений, но я бы не хотел о них говорить. Они... Я не люблю говорить о политике и религии. Вот не люблю говорить о этих телах. Это правильно. Да? Да. Давай Пушкин какой-нибудь красивый. Нет, я прочитаю Маяковского. Грузии давай. Я прочитаю Маяковского. Стихотворение... Лилечка. А вы знаете вообще про Маяковского? Между прочим, он любил одну даму, и вообще они жили втроём. Лилечка, я знаю. Скажи, скажи, как, как. Ну, иди сюда, иди сюда. Садись, иди сюда. Будем дискутировать с этой темой. Чуть-чуть, да, садись. Почитать. Есть у тебя свои книги, можно прочитать. Лилию Брик. Лилию Брик. Они же жили втроём? Они жили втроём с её мужем, с Маяковским. Причём они оба её безумно любили. Вот, это очень интересная история, потому что сам Маяковский, он, в принципе, был достаточно... Он очень верён в государстве. Каким надо человеком быть, чтобы тебе возвели памятник? Да, это круто. Вот, а ещё он был... Казался очень таким сильным, дерзким, прям таким, но на самом деле он был очень нежный и очень романтичный человек. Очень глубокочувствующий. Когда он... Если кто-то не читал, прочитайте стих Лилечка. Лилечка стих. Это... Вот, а... Но, так как и его жизнь закончилась не очень... Он сам решил, когда ему закончить. Просто прострелил себе, так скажем. Ладно, не будем углубляться в это. В общем, задолбали мужика. Скажи, какой стих ты хочешь нам прочитать сегодня? Вот, я хочу вспомнить всё-таки о его самых светлых моментах. Вот, и прочитай стихотворение. Короче, слушайте. Название. Не буду без названия. Я сразу смазал карту будня, Плеснувший краску из стакана. Я показал на блюде студня, Косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы Нашел я зубы новых губ. А вы, Ноктюрн, Сыграть смогли бы На флейте водосточных труб. Флейта позвоночника? Такое стихотворение? Нет, На флейте водосточных труб. У него есть еще флейта позвоночника. Это инструмент, что ли? А ты актер, что ли? Не думаю, что моя бабушка хотела. Нет, я просто люблю стихи читать. Ты, наверное, ходишь по улице? Ну, чуть-чуть я играл, я играл в КВН. Нет, я, кстати, вот, когда был в Москве, в этот раз, я на Арбате прочитал стихотворение. Ну, ты такой крикливый парнишка. Я очень мечтал. Крикливый парнишка. Крикливый парнишка. Ну, только громкий очень. Ну, да. Прям как колокольчик такой. Ну, да. Как колокольчик. Колокольчик. Вот. Такое стихотворение Маяковского. Вот мне сейчас прям про поэтов захотелось говорить. Мне нравится, да, очень нравится Маяковский. Да. Но больше всего, конечно, мне по душе ближе... Паспорт же он что-то писал. Штанины, паспорт, да? Да, паспорт советского человека. Облако в штанах. Паспорт советского человека, да. А в школе все учили про эфир, которая на круг грохнулась. Есенин есть. Любое стихотворение. Вот на самом деле, был бы сейчас у меня мой телефон, или хотя бы мой ноутбук. Ой, с телефоном мы все стихотворения знаем. Там мои стихи. Я бы свои читал стихи. А что, ты свои не помнишь наизусть? Я ни одного своего стихотворения наизусть не помню, а их около 180 штук. Вот такая же фигня. 180 стихотворений. Еще один роман написан. Я бы вам тоже почитал. Но так странно, что свои стихи наизусть вообще... Мне свои стихи тоже наизусть не знаю. Смотреть трансляцию. Мне кажется, любой поэт... Хотя, если ты прям поэт, я-то просто, ну, не поэт. Я больше по музыке. Вот треки свои, ладно. Ребят, 10-11-2018. Да ладно? Да, значит, смотрите, сегодня 10 ноября. 10 ноября? Да, 10-11-2018. Катя, вот так чуть-чуть. Изольда Касс, сегодня 10 ноября. Спасибо большое. Вот все и встаканило. Получается, часы теперь у нас есть. Дату мы знаем. Давайте дату ввести, потому что... Ну, если это правильная дата. Это, я надеюсь... Мне кажется, правильная. 10 ноября? Я... Почему-то не кажется так. Нет. Не ноябрь? Я не знаю. Ну, написано на ноябрь, но это странно, потому что у меня не ноябрь. А почему ноябрь? У тебя не ноябрь, что? А у тебя как не ноябрь? На самом деле, вчера, когда приходилось задание, там было написано 0-9-11. Значит, 10. Я не стал особо на это застать внимание. Да. Потому что ждал времени. Да. Поэтому, если сегодня 10, то... Значит, логично. Если было вчера 9, то сегодня 10 ноября. Ребят, вообще-то у меня 12 числа день рождения. Я должна выйти отсюда по-любому сегодня-завтра. Я же не проведу здесь свой день рождения. Проведешь. С грязной головой и в одной... В этой одежде. Да. И вместе с вами. Да. Тебе по-любому... С неизвестными родственниками. И по-любому к тебе. Да, я... Как? Ну, у тебя не будет такого дня рождения. Как... Всегда. У тебя не будет такого дня рождения. Как всегда. Как это так? Ай. Ну, так это так. Прими просто, что какой-то раз в году... Ну, это как-то... Как мы даже подарка же не сможем никакого подарить совсем. Ладно, лучше подарок меня выпустить отсюда. Пирогов купить не сможем. И салютов. И пирог из печени получится. Почему? Я могу и подарок себе приготовить. Я, допустим, из твоих продуктов, которые у нее есть, я могу приготовить ей какое-нибудь блюдо. Я ей приготовлю... У нас есть сосиски. Пшенный пирог. Сосиски. Вася, что-нибудь сосиска? Пошу тебе пшенный пирог приготовлю. И ты и Паченко порадуешь. Он же тебе там это... И как бы я тебе пшенный пирог. Вася, вчера знаешь, как сосиски запек? Оооо... Запечен. Он запек сосиски. В колбасу. Нет, ну реально, я не собираюсь в день рождения здесь находиться. Колбасные изделия. Да, колбасные изделия. Изольда, Кац, если вы меня слышите, я не хочу здесь проводить свой день рождения. Я хочу поехать к своим родственникам к себе домой. Мне кажется, мы это уже не решаем. И в таком виде, в этой же одежде, с грязной головой, без косметики. А вот Изольда и говорит, что это у тебя будет самый незабываемый день рождения. Катерина. Мне кажется, это сарказм. Уважаемая Изольца Сила. Да, это жутко, по-любому. Это низшая форма юмора, чтобы вы знали. Ты не забудешь этот день рождения никогда. Всю мы определили на слое 10 ноября. Да? Да, у меня 12 числа день рождения. Я напишу, что это будет самый незабываемый день рождения. Я хочу выйти, я не хочу здесь быть свой день рождения. 12, уже послезавтра. Мы можем устроить вечеринку. Здесь день рождения? Да, здесь день рождения. Потому что он будет самый незабываемый. Да, ребят, ну вы что? А к каким ты дням рождения привыкла? Расскажи, как ты обычно проводишь день рождения? Каждый раз по-разному. Ну вот это тоже будет по-разному. Вот тебе, пожалуйста. Все, как ты любишь. Ну я люблю в другу своих друзей. Чем ты занимаешься? В свой день рождения? Нет, вот это твое дело, как ты работаешь, бизнес у тебя, да? Ну, строитель. Сначала справляй день рождения на 8, а потом на 10. Нет, на самом деле я сначала справляюсь всегда в офисе, где приезжают, меня поздравляют сотрудники, компаньон, а потом уже дома вечером в роде семьи или в ресторане. А по-разному справляйте тематическую печательку, как будто мы будем твоей сотрудникой, а ты будешь почувствуешь себя на работе. Я не хочу себя чувствовать на работе. Я хочу быть на работе. Я хочу там быть, да. Ну, чуть-чуть, так унесся в свой день, покомандуешь. Ну, на самом деле я бы на работу тоже съездил. Покомандуешь, а мы будем выполнять твои задания. Да что здесь выполняет? Да что за бред? Нужен торт! Я буду вами командовать, не моей работой. Нужен торт! Торт из вечера. Нет, а вот день рождения не помыть голову в этой одежде. Что за день рождения? Она накрашенная. Ну, как? Это что за день рождения? Тогда и Золя должна тебя отправить в лон красоты. Она это сделает? Это было бы здорово. А потом мы устроили вечеринку. Помнишь, мы сегодня с тобой про коктейли говорили? Да. Если бы нам отправили всякий алкоголь, мы бы сделали какие-нибудь коктейли. Можно безалкогольные коктейли? Что-нибудь отправить нам, ребят? А какой твой любимый напиток? Коньячок. Коньячок? Да. Ну, я не знаю, чем... Ну, мы можем как будто, знаешь, заварить чай, налить... Мы все время платим за что-то чай. А давайте сегодня потому что... А давайте сегодня вечером, когда солнце зайдет за горизонт, поиграем в день рождения, Катя. А зачем нам ее брать? В смысле, поиграем? Ну, мы дети, что ли, в детском саду? А вы нам дадите что-нибудь для того, чтобы мы поиграли? Что вы нам можете дать? Кать, вы дождите, в смысле, поиграли? Дайте нам шампанского. Мы хорошенько поиграем в день рождения. Кстати, хорошая идея. Если Шарли... Нам, пожалуйста, вышлите реквизит, и мы поиграем, в день рождения, и колпачки даже оденем. Ребят, ребят, а почему вы думаете, что вы... Только шампанское, давайте не езжем. Ставите условия ей. Ну, потому что мне так очень сильно хочется. Можешь поговорить. Подождите, а если мы не будем играть, что будет? Мы же не ставим условия, просто уточняем. Ну, кстати, говорят, вот это было... Просто особо не поиграем в день рождения. Вы обратили внимание, что формулировка вообще не как предложение, а тут в конце восклицательный знак. То есть это... А давайте... Призыв. Это даже не принц, это приказ. Да, по сути. Нет, мне кажется, это предложение. А давайте... А я уверена, что нет. Нет, если бы был приказ, было бы... Если бы был приказ, было бы... Нет, это радостный... День рождения Кати! Понимаешь? А давайте сегодня вечером, когда солнце зайдет за горизонт, поиграем в день рождения Кати. Мне нравится твой позитивный настрой, брата. А мне вопрос... Ну, мнения разделяются, но тем не менее, там нету приказа. Там есть предложение. День рождения будет предложение, чтобы подготовиться. Наверное, она хочет... Это вопрос. Ребят, наверное, она хочет понять, что нам необходимо для этого на 12 число. То есть, чтобы вечером проговорили все, что нам необходимо, может быть. А, это как репетиция? Ну, наверное, давайте тогда, может быть, составим список, что нам нужно. Да, давайте надеяться на лучшее и все-таки попробуем. Ребят, ребят, ну там же написано, поиграем в день рождения Кати. Там не написано, составьте список для Катерины, что ей нужно. Нет, мы будем репетировать. Обговорить. Там написано, поиграть в день рождения Кати. Я так понимаю, нас слышит. Сегодня сейчас Ксю-Ксю сказала, а давай сделаем вот так-то. И Зольда это услышала и от Ксю, получается, предложила свое предложение. Понимаете? Она не сказала, давайте составим список для того, чтобы Кате что-то прислать. Слушай, давай надеяться на лучшее. Нам нужно... А когда у Кати будет день рождения, что мы будем делать вообще в настоящее время? Торт. Нам обязательно нужен торт. И подарки нам нужны. Ты любишь шоколадный торт? Когда у нас будет день рождения, что мы делаем? Тоже самое? Это вы любите малярии, да? Шоколадный торт. Мы заболеваем уже. Я хочу шоколадный торт. Ой, я организатор. А-а-а, неправильно. Круто. Просите у зрителей то, что вам нужно. Нам нужен тресер. Здесь, да. Здесь я косякнул. Можем прощать. Получается, да. Получается, что можно... Это значит, все-таки было предложение, а не приказ. А нам нужно тресер. Подождите. Тогда надо список составлять, Катерина. Ты была права, я был неправ. Нет, там Ксю организатор. Вот они что-то сделают. Сейчас напишут все, что не дерьмо. А он пишет? Да. Тесер. Слушай, а я думала, что кавказцы вообще как бы злые, да? Это подтверждает теорию, что все кавказцы злые. Да, ты уверен? Воруют людей. Да. Это однозначно. Там есть у нас? Ты только там не напишешь, чтобы дерьма не было. Все. Подождите, а что... Подождите, а какая у нас будет первая часть вечеринки? Я не хочу покажки. Ребят, давайте, мы сначала порядок приведем в себя. Как же мы будем в таком виде? Почему не успокаивать? Надо было ее успокаивать вчера. Я бы хотела платить, конечно, за естественно. Но мне казалось, что он как бы добрый, да, а теперь он подтверждает теорию того, что все кавказцы злые, обиженные, бьют людей. Нам высылают люди еду, а ты называешь это дерьмой собачьим. Потому что я не привыкла есть такую еду. А сама ешь? Потому что я была очень голодна. Это кто злой? Ты не знаю, получается. Какую одежду? Платье. Да, Кате надо платье. Знаете, что? Пойдем мы с тобой там сыграем партийку в катишки, а они пусть сюда и не представляют. А давайте мы укроем стиль пижамной вечеринки. И тогда вам все будут пижамы, и у нас останутся пижамы. Давайте это будет тематическая вечеринка. Давай, давай. Ты тоже будешь? Да. С родственниками интересно. С новыми родственниками. А может быть всем каски попросить строительные? Да ладно уже. Она пока не извинится передо мной, так же в эфире. Представляете, я ничего не могу делать. Смотрите, мы будем... Нет, я простил, но люди, которые смотрели, например, они сейчас думают, что я какой-то злой кавказец. И она все время это говорит. Она пока не извинится, ничего не будет. Сначала, девчат, давайте, я хочу обязательно вам из головы, и чтобы мне дали... Васильевич, когда-нибудь настанет момент, и ты мне поймешь. Надеюсь, его не будет с тобой, но мне кажется, так тесно, 24 часа друг с другом, это нелегко. Погнали. Итак... Она резко прям изменилась. Вчера была одна, сегодня другая. Как такое возможно? Можно... прораб... У меня нет прорабов на разных объектах. Можно просто просить ко всем прорабам. Да. Пускай все прорабы пришлют нам... Да. Шесть строительных касок. Вот и ты все будешь просить организовывать. А где просить? Хорошо. Нам нужно шесть строительных касок. Можно и Милане тогда семь написать. Она будет участвовать? Да. На всякий случай. Хорошо. Семь строительных касок. Пижамы и пижамы. Пижамы, пижамы. А дальше... Что ты любишь? Может, ты какие-то фильмы любишь? Какую ты музыку любишь? Шансон люблю. Шансон? Подарков надо еще написать. Подождите, а кака музыка? Шансон нормально. Нормальный шансон какой-то? Нет, ну и что-нибудь современное тоже хотелось. Да, да, да. Мы с нами современное что-то. Еды, еды вы какой-нибудь праздничной не захочет. Да, да. Праздничной еды. Стол обязательно с едой должен быть. Ой. Напиши, как, что-то... Катя, что ты любишь? Давай сделаем как-то кусочки. Нужна рукола. Рукола. А красную рыбу любишь? Красный икру. Красный икран. Что, подожди, я не расслышал. Красная икра? Да. Так, ладно. Ты вопросов передает. А что? Это классно. Комьячку нам надо. Шампанское можно. Шампанское. Я не отказался от красной икры. Батон нужен. Багет. Масло Багет. Батон, кстати, у нас там есть сливочное масло. Мы съедим, может быть, у нас есть сливочное масло. Ну, это такая, будет лакшер, да, вечеринка? Да, да. Можно сделать канапешки. Да, канапешки. А что нам нужно для этого? Завочистки или калочки? Так, огурец, да. Дамы и господа. Да, огурец. Макс делает кот. Сливочное масло. Сливочное масло. И берёт ваше калочки. Можно же просто взять сразу сырную тарелку. Подождаются же готовые сырные тарелки. Красиво он сегодня такое закажет, да. Потому что у нас тут ни ножей, ничего, а готовую сырную тарелку круто. Ну, это лакшер, да, а если никто этого не пришлёт, тогда можно сделать, как будто мы бомжи, бомжатская вечеринка, ну, это и так вот, да. Хорошо, а какие напитки нам нужны? Коньяк, торт, торт и стриптизёр из торта. Стриптизёр уж необязательный, девчонки. И торт, как правильно, из торта, из торта. Макс, ты же умеешь танцевать? Ну, умею. Хорошо, покажи, пожалуйста. Нет, мы увидели, как он танцует, но поговорить с ним, сказать, мол, Макс, то-то-то-то для Катерины просто станцует, а что он не станцует? Я думаю, станцует он, отлично. Ладно, ребят, уж не... Подождите, а какая программа? Вась, а что ты можешь сделать для Кати? Подожди, ты сначала список составки, потом мы эту программу развлекательную обсудим. Хорошо, так, шампанское, а какой торт? Шоколадный, хоть какой. Шоколадный, Прагу. Шоколадный. Шоколадный. Так, а что ещё? Шоколадный торт. Подожди, из напитки, может какие-то коктейли будем делать? А мохито? Мохито любое. Нет, мартилы. А первый? А первый? Пойдём. 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 Ой-ой-ой. Вот, так вот. Ой-ой-ой-ой. Пойдём. Ой-ой-ой. Вообще. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 арки, вот эти шарики, то есть ты их тратишь там мало, а купальность большая, то есть мы можем здесь сидеть, если нам кто-то пришлет шарики и баллоны с гелием, мы можем их здесь делать и кому-то отправлять и получать за это деньги, ну конечно, это же можно научиться, можно всяких собачек крутить, это для детей, или цветочки, а там на свадьбу кому-то, просто просите, вот, как тебе такая идея, с шариками я сомневаюсь, с шариками, ну правда, я лично у меня с шариками, ну то есть добавно, ты умеешь собаку делать из шариков, ну не собаку, нам же могут прислать, например, с разными логотипами, может у нас есть какой-то логотип, ну не знаю, прикинь, тут все в шариках будет, баллонах, и ты на второй день скажешь, что я передумала, это дурная идея, и будут лежать тут эти шарики, ну можно же попробовать, это как стартап, ну не знаю, не знаю, я вот с шариками сомневаюсь, а вот то, что проведение этих вечеринок, или, например, вот якутцы тоже очень любят вечеринки, можно нас приглашать, мы будем делать коктейли, как бармены, вы тоже умеете делать коктейли? ну я чуть-чуть умею, корей, а ты умеешь? ну круто же, мы будем веселиться, и польза это будет ну а я могу что-нибудь приготовить из хавки а что ты умеешь? у меня нормальный уме, если это, я свои даже блюда готовлю, то есть, в принципе, по идее, я там могу что-нибудь приготовить от шефа, от Васича, запах, поверь мне, вкусно будет вот если мне хорошие продукты дадут, я сделаю такую вкуснятину, я, в принципе, из ничего могу сделать вкуснятину, но если мне дадут хорошие продукты, я сделаю пальчики оближешь да, 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 я вообще кулинар еще тот смотри, получается, ты можешь сделать какой-нибудь, кто-нибудь захочет от тебя пирог, мы можем его упаковывать, и туда, например, шарик ты все суешь, шарик, ну ладно, пирог можно, там не пирог, пирог, не пирог, ну допустим, жареная картоха от Васича, а прикинь ее в коробке в какой-нибудь прикольный запекатель с твоим лицом да, да, и прямо горячие еще, чтобы успеть, чихо, это было бы круто круто ну а что нет-то да рыбки солененькие туда чих-чих-чих порезал красивенько это укропчиком отсервировал, чих в коробочку, чих, жареная картоха от Васича, чих за, допустим, за косарик и все они мне как родственники названы, я их вообще не знаю как я могу с ними проводить свой праздник, свой день рождения, я не знаю если даже с ними, ну просто в таких условиях я не представляю, что за праздник, что за день рождения в таких условиях если вы реально насмотрите весь мир, помогите, пожалуйста, что-нибудь сделать я не хочу такой праздник, я не хочу такой день рождения В таком виде мы уже не можем Находиться здесь Можно быть, да? Отвать Васича Ну вообще Я не хотел вот это протягивать Свою жизнь Я пытаюсь от этого вообще отойти На самом деле Ну потому что Но попробовать можно Как вариант Чисто так Решетки на этом сделать На лейбле Ну это да Надо подумать об этом Надо подумать, согласен Так а где у нас именинница-то? Куда она? Надо придумать, что еще можно сделать На ее днюху Смотри, я так понимаю Голосовать на сайте Зрители, смотрители за что должны голосовать? За то, чтобы провести день рождения? Или за то, чтобы Организовать, я не могу понять За что им нужно голосовать? Может они как-то через телевизор смогут что-то Мне кажется, там же прислали фотографию Спасибо большое Если они поймут, что нам это действительно надо Ну то есть Днюха, да? Отметить? Я хочу отметить днюху Ну серьезно, круто Первый раз с людьми в коллективе В таком каком-то необычном Или как нас назвать-то я понять не могу Родственники Родственники Тем более Вот, не могу еще привыкнуть просто Вот, то Если они решают, что это нам нужно Действительно Они нам помогут Все Я думаю, так Мы бы с радостью бы всех их позвали Кто Вот еды нам тут подкинул Все эти штуки Если вы нас найдете Мы с радостью Слушай, а ведь это идея Ведь потом смотри А есть ли кто-нибудь когда-нибудь захочет Ну просто появиться Как-нибудь здесь Не знаю как Допустим Очень сильно захочет Настолько сильно Что допустим Предложит определенную сумму Да И чтобы с нами тут оказаться Провести допустим День Да хотя бы не сумму Пусть он что-нибудь привезет С собой Крутое Ну и сумма тоже Ну что-нибудь привезет Лучше лавеху Поверь мне Лавеху лучше? Мы тогда будем Сами потом Ты тогда сможешь Лавеху И гитару себе взять Понимаешь? Ты можешь себе взять Лучше лавеху Ну может быть Катя Как-то Что? Я тоже хочу Я в инстаграм не заходила уже 5 дней Не переживай Может быть Катя сжалится И пришлет нам какой-то один телефон Она ее отронила Я хочу свой номер телефона На мой Они все будут звонить На мой Поздравлять с меня Он выключен Уже возрядился Хочу свой красненький айфончик У меня тоже айфон И у меня тоже У меня красненький мой Красненький Можно мне... Катя украла у нас телефоны Да, и на эти деньги Установила камеры Катя, не переживай Ну как так-то Мы что-нибудь придумаем Мы устроим тебе Самую лучшую вечеринку А вдруг тебе мама Сможет позвонить В прямом эфире А как это? Я не знаю Может быть какие-то Супертехнологии И она тебе позвонит Как-то Ну они же нас видят Например на экран Выведут Не знаю Кстати, да Как по скайпу Да, да И лекарств Например позвонит В прямом эфире Ну не знаю Как там позвонить И тебе как бы Выведут на громкую связь Вот это так классно было бы вообще Представляешь? Не знаю Может это без сарказма Она сказала У нее вообще, если честно Мама У нее нет скайпа Она вообще не разбирается В интернете Мама У нее не разбирается Есть все Это сложно Она сейчас Интернет Она не понимает Сайты Я знаю Даже на 100% Они смотрят сюда На нас Смазки только Получилась писать Ну может быть Сестра поможет Ей написать сообщение Сюда Они не вместе живут Нет Вот это да Вот это я попала Вот это подарочек Вот это сюрпризик Так-то мы тут все попали Ну вот как-то В день рождения Я сначала так обрадовалась Что будет вечеринка Потому что мы здесь Как в аду Если честно Ничего нет Я даже Смотрите Как я сплю Как бомж какой-то Ну это сама себе виновата Надо было просить Нормально Она тебе дала бы И что Я и так уже Она даже просто Мне не дала Потому что Она гестапо В юбке Блин Да все платье себе порвала Да Я порвала себе все платье Купила его вот недавно Оно все порвалось Не переживай Мы справимся Устроим тебе вечеринку Из того Что у нас будет Хотелось услышать теплые слова Такие От своих Белийских людей Понимаете Как-то это не честно все А вообще Как это Я злюсь Я злая Да это же Ну так нельзя Вот если бы Катс нам прислала Да Немного денег От наследства Мы бы сразу Закатили в вечеринку Да Представляешь Без стриптизеров Сюда заказали Да ладно Штрептизеров Без стриптизеров Можно Я честно Никогда Не видела Без стриптизеров Представляешь Нас бы отправили Стриптись в клуб Капец Чего? Да Катерина там расстраивается Сидит Чуть не плачет Ей мама даже позвонить Не сможет Ну и кальян Покурить Жесть какая Это конечно Все прикольное Наверное Я не знаю Да Короче В шоку Все бесит О Такую вечеринку Да Из каждой ситуации Есть выход Все Обязательно Где Где Ты что Васьич Да Ну то что тебе нужен Походу другой наряд Обязательно И голову надо помыть И накраситься Накраситься Косметикам Ну как Ну что это С днем рождения Ну и ка-ка Пойдем Не расстраивайся Ну вообще Ни сестра Ни мама Никто Ну родственники Всегда звонят Поздравляют Ну это же день рождения Смски постоянно Бесконечно приходят А тут просто Тебе не позвонить Не послушать Что Мам Да ну День Что случилось Да так Да Грустнулась Да Вот Видим Что грустишь А у кого еще Ближайший Да Жопу У кого еще Когда Мах 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Подогнал «Симон» «Ничего в жизни просто так Не происходит» Ну да, ничего страшного Мы готовим еду Нам приходит еда На нас смотрит Весь мир Это же как-то Обалденно Единственное, что меня Иногда смущает Какие-то внутренние неурядицы Тёрки какие-то Как это назвать? это терки терки о терки вот но в целом все хорошо а еще самое крутое что мы родственники это вообще обалдеть для меня это если бы я знал что вместе родственница кореянка я бы наверное раньше познакомился или родственница бизнес-леди давно уже свою музыку уже это записывал бы и заработал бы ей тоже денег бы и мы поделились с ней оказывается у меня есть родственник крутой родственник который прошел опыт такой который не хочет пока мне ничего рассказать но мне очень интересно было бы услышать это даже вот такая родственница красивая но вредная тоже было бы круто а если бы мы знали друг друга с детства саму представьте что-то ты сопли короче разводить даже макс безумный ты мой родственник представляешь это с ума сойти если бы мы с самого детства все дружили бы вместе наверное вась-васич наверное вась-васич остановись наверное вась-васич и катя они бы все время организовывали бы нам какие-нибудь эти мы же ну они все-таки немножечко постарше чем мы ты младше меня ну помудрее слушай вот 18 лет чтобы иметь свой бизнес строительный и миллионы 15 лет за имела три карты в кармане понять не могу почему козырные они были вась-васич я играл в кармане когда ты остался но просто не знаю вот было бы здорово но милана самое интересное это ты конечно может быть ты тоже наша родственница мы все на этой планете родственники мы все родственники я всегда так говорю всеми братья по крови и сестры по сердцу нашему золу какая разница кто какой националист и точнее это не я говорю вот один очень хороший человек а теперь мы что-то должны делать все вместе что-то делать ну во первых мы как бы по сути должны убедить наших смотрительную как убедить не убедитесь то проголосовать за то чтобы днюха у катерины прошла нормально чтобы она порадовалась чтобы не грустила и порадовала да мы сможем провести организовать там главное даже если это мы сами для нее организую как можно да мы организуем днюху я буду организовать мы блин мы хоть родственники мы ничего не знаем даже что она любит вы же только что у нее спросили только что спросили реально думаешь что ты за четыре дня можешь узнать человека полностью знаете что самое неудобное как можно выразить тупо все то что происходит как можно просить у людей вот какие-то такие как это сделать я понять не могу а это я просто хочу вечеринку как это сделать это такое проверял если вы нормально умеете просить на нормально будете жить тут потому что по сути никто нам никто нам ничего здесь кроме вот этих смотрителей это никто нам никаких подгонов не делать не будет да по сути нас смотрители выручили тем самым но вы представьте днюха у человека вообще никакая мы сегодня сделаем все что можно условия просто же здесь дату так что мы есть будем а я бы не хотела я бы сейчас бы веселилась где-то тусила и не хотела будет с вами совсем знакомиться зачем ты одно по одному я не понимаю зачем вот эта информация на шестой раз подряд за утро за это для чего вот и странно ты хочешь показать что ты выше нас но потом понимаешь что как бы деваться тебе некуда и ты спускаешься потихонечку снова но потом понимаешь блин я же выше и надо напомнить вот я вышел а но потом тебе приходится снова спускаться потихоньку зачем ты это делаешь оставайся пока на уровне с нами когда тебя будет возможность снова по-настоящему якобы стать выше нас тогда и сделаешь а сейчас ты себя просто знаешь понятно что там у тебя друг была другая жизнь меня другая это все понятно у нас тут у каждого была другая жизнь ну ладно день раз а и 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 Вот такие дела, все видят какие-то плюсы, все, кроме меня. Поделиться мне не с кем. Хоть одна была какая-то хорошая новость за эти пять дней, то, что мы устроим вечеринку. И то, это еще не факт, что мы ее устроим. Нужно что-то простить. И так уже тяжело, и так тяжело в этом доме. Хоть чуть-чуть порадоваться. Пожалуйста, пришлите рукколы, очень вас прошу. И красной рыбы. Я не могу больше есть эти помои. Уважаемые смотрители, вы как бы сами решаете, как нам помочь, чем нам помочь. Мы готовы выполнить задания, скажи, Васич. Да, Васич? Скажи, мы готовы выполнить любые задания, какие там нужны, будут необходимы. Что нужно сделать, да? Екатерин, я хотел это сделать один на один. Все, хорошо, я тебе не влешаю, Васич. Не хотел, чтобы ты влезала, да? Все, я занимаюсь с делом, хорошо. Место бабы на кухне. Ты так хочешь сказать? Я, заметьте, этого не говорил. Я хочу сказать, по сути, вы видите, что мы неплохие люди. Если вам захочется нам помочь, помогите. Это не просьба, не прошение чего-то. Я вообще, в принципе, не привык просить. Просто, когда помогаешь человеку, тогда, если ты сам человек, тебе же от этого хорошо. Ты же не делаешь это для чего-то, чтобы, знаете, а, вот я помог это. Нет, ты делаешь это потому, что тебе хочется и радостно помочь другому человеку. Давай что-нибудь придумаем. Он нуждается в помощи. Мне кажется, что, да это все, мы же понимаем, что это все говно на то, что происходит, полное дерьме. И что никто из нас не хочет так проводить день рождения. Да. Ну, просто, ну ты бы хотела, чтобы люди хотя бы чуть-чуть постарались, чтобы у тебя был праздник, пусть не такой, как ты хочешь, но хотя бы чуть-чуть. Ну да. Мы можем для Кати постараться что-нибудь делать. Ну, придумать какой-нибудь сюжет, может быть, какие-нибудь песни вместе спеть. Я думала, что у нас будет настоящая вечеринка, с мартини, с красной рыбой, с руколой. Давай сегодня сделаем репетицию, и, может быть, люди посмотрят на то, что мы можем действительно весело провести этот вечер. А если у нас действительно все будет, то это будет, ну, вообще прям суперкруто. Кто его знает? А как мы сделаем эту репетицию? Вот, давай придумаем. Ну, я не понимаю, то есть нет ничего? По сути, все то же самое, но я имею в виду, что... Братан, что такое? А, все, да? Как понять, работает это или нет? А иди сюда, смотри, я тебе, я бы разобрал, смотри. Я так понимаю, видишь, вот это вот, где деление батарейки? Вот оно работает у тебя. А ты же в английском шаришь? У нас нет музыки, можно что-нибудь спеть. Пчи. Я вообще, конечно, хочу быть певицей. Вот, можешь послушать, как я... Какую сегодня песню пела? Не знаю. Вот, я сейчас напевала, проснулась сегодня. А, я люблю тебя до слез. Первый раз, как в первый раз. Низ красивых фраз. Я люблю тебя до слез. Вот. Я даже песню свою собственную записала, если честно. Как тебе? Я, конечно, могу спеть. Да, тебе нравится, правда? Я еще раз могу, смотри. Мне кажется, ты плохо расслышала. Я люблю тебя до слез. Первый раз, как в первый раз. Без любви красивых фраз. Я люблю тебя до слез. Вот так. Я уже поняла, что это за песня. Это хорошо. Я могу спеть. Это хорошо. Да, какую-нибудь песню могу спеть. Сейчас, подожди секундочку. А что? Тебе не нравится, как я пою? Да ты что? Все сказали, что я очень хорошо пою. Я уже собиралась записать целый альбом, если честно. Да. Вот так. Что? Не, ничего. Я просто иногда бывает, я просто, я тупая. Вот. И для нее мы тоже можем спеть песню. Да. Я вот об этом и толкую. Да. Ты знаешь, если бы кто-нибудь из нас умел... Мы попробуем организовать для нее. Мы где-то выезжаем, знаете? Нет, выходит. Что за пекатель? А у нас культуры гни не закончились? Да. Да, к сожалению. А картошка тоже закончилась? Нет, картофан еще есть. Картошка эта гнила. Ее можно обрежать, не надо ее выкидывать полностью. Да. Не торопись, Катя. Не торопись. Она что-то трясет всю, Катя. Да, просто она переживает из-за... Придумай. Дня рождения своего. Ну, конечно. Так. Я не могу, я что-то голоден. Развлекал его. Какое можно придумать ей на днюху? Но я ей предложила... Смотри, я просто певица, как бы у меня есть целая песня. Послушай, как я пою. Я могу спеть. Я люблю тебя до слез. Первый раз, как в первый раз. Я люблю... Я люблю... Ты что? Я просто профессиональная певица. Ты сейчас шутишь, да? Нет. У меня даже целая песня есть своя. Это какой-то КВН-ский номер? Ты специально его делала, что ли? Ты что, ку-ку? Ну, ты же слышишь, как ты поешь? Я отлично пою. Одного. Ну, судя по тому, что у тебя есть вкус к литературе... Я надеюсь, ты пишешь хорошие стихи, а не вот это вот... Давно я не довел кишки наружу. Там... Ну, не такое. Нет, не такое. Я забываю про камеры постоянно. Так, давай, и чего? Капец. Ну ладно. Короче, может быть, напишешь какую-нибудь песню для Кати? Ясно. Ну, мы ничего о ней не знаем, но вот как-то, может, с ней сейчас пообщаешься и придумаешь какую-нибудь песню. А как я петь буду? Ну, потом покажешь нам текст, и мы послезавтра... Нужно уже еще завтра, и послезавтра мы сможем все вместе ее спеть. Да, давай. Отличная идея. Мне нужна ручка. Там есть карандаш. Милана сегодня выходила с тетрадкой и ручкой. Может, попросить у Миланы? Я думаю, она даст. Да. Даст ли нам ручку? Даст ли нам ручку? Милана даст там? Милана. Или не даст? Даст или не даст? Вот в чем она даст. Сейчас мы узнаем этап. Интриги, расследования в деревянном доме. Оставайтесь с нами. Слушай, я думаю, если ты споешь несколько песен, репетиция будет отличная. Да? Вот две твоих песни, и это будет прекрасно. Подготовь две песни на вечер, выбери свои самые любимые. И спой, и все, и репетиция пройдет на ура. Думаешь? Да, я уверен. Хорошо. Хорошо, давай, сейчас я пойду узнаю, что там у ребят. Давай. Ты же прикалываешься, да? Насчет певицы. Ладно. Но сначала крикнула. Милана, а теперь с ее миссией буду вот так вот делать, и она сейчас придет. Надо очень делать. Подержи дальше, говорю. А что вы хотите ее позвать? Нет, надо, видимо, сильнее думать. Или громче кричать. Милана, 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 Милана. И в воду танец. Милана, Милана. У меня бывает, происходит, да. О! Здравствуйте. Чтобы, как бы, ну, мне память, да, вернули. Ну, как бы, чтобы не забыть, да, как. Вот поэтому, ну, от буквы сейчас нет. Сейчас надо мне хотя бы так. Это не было пальцев. Тяжело без буквы? Ну да, без буквы тяжко. Можно какие-то фокусы показывать? Ты ему знаешь фокусы? Вот он знает фокусы. Покажи фокусы. А, смотри, подожди, ты же можешь танец показать. Покажи то, что ты вчера показывал. Вот смотри фокусы. Там-тарарам. Так. Там-там. Сейчас смотри. А можно ещё раз? Нет у меня пальцев. Нет, а можно ещё как-то? Нет, без пальцев. А он что, не вернётся? Ну, откусил я его. Ты его проглотил, что ли? Слушай, у вас хороший тангем будет. Ты будешь петь, а он фокусы показывает. Очень получится классно. А танцы? Какие танцы? А, эти, под луной? Да. Танцы под луной. Покалом нету. Танцы вдвоём, странные танцы, да, вот это всё? Да. Нет, это я уже когда-то Катя буду. Думаю, да. С день рождения. Хорошо. Катюш, что там, помощь нужна с хавкой? Нет, нормально всё. О, бумага и карандаш. Зачем это? Юрий, прости. А, да. Никто не ломал Катюну кровать. Ты что, она же целая. 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 А вы на что-нибудь почете? Это некомфортно. Возможно. От того, что за мной наблюдают. Слушайте, Милана, очень люблю шарлот. А, у нас яблоко. Я не буду было бы кладать. Шарлотку умеете пить? Шарлотка вкусная тема, да? Да. А есть у вас яблоко? Я тоже люблю. Нет, у меня нету яблок. Шарлотка вообще тема. Слушайте, а мы, ну нету яблок, можно как бы... Ребят, если есть такая возможность, я могу попросить Ксю присесть 50 раз, или вы можете попросить ее присесть 50 раз и прислать нам яблоки, килограмм яблок. А я буду ей помогать, как смогу. Хочешь, я буду подпевать тебе, когда ты будешь приседать? Да, хочу. Вот, вот. И тогда у нас, если возможно будет, когда мука эта, Милана сможет испечь нам попробовать шарлотку, правильно? А, так у нас формы нет. И муки нет. И отличный форм. А, про это. Так, Кать, мы придумали. Нам сегодня нужно провести репетицию твоего дня рождения. Да. Хорошо. Какие песни ты любишь? Я вот буду исполнять тебе их. Аллегрову люблю. Какую? С днем рождения! Катя, Катя, Катя. Тебе 18, ты любишь Аллегрову. Спасибо, Милана. Я думал... Руки вверх. Да. Забирай меня скорее. Возьми рост, амарей, и целуй меня везде. Возьми у нас, мне уже. Да. Я слышал. Так. Да, надо эту песню тоже исполнить. Да. А вот это вот... Ты сегодня взрослее стала, И учебу ты прогуляла, Ты собрала всех своих подружек, И разбудила всех... Сегодня 18 лет. 18 лет сегодня, Катя. Да, ну да, это, конечно, лирика какая-то. Да, нет. Так. Катя, сегодня 18... 18... Кому сегодня 18 лет? Ка-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Зачитаешь рэп? Зачитаю рэп? Да, я тебе бит дам. Ну... А давай. Давай. Я сейчас напишу. Текст какой-нибудь... Какой-нибудь текст читай, чистый... Какой-нибудь текст читать? Давай. Э-э-э... Я не кидал никого никогда, Я говорил только да, Иногда голодал, Иногда пропадал, Безудержно рыдал, Не рыгал, Потому что не пил, Татухи не бил, Концы не рубил, Отца уважал, не лажал, Утелок домой провожал, Не бежал, На прощанье руку жал, Ага. Я не воровал, Не перебивал, Не забивал, Не забывал, Не запевал, Че ты перед ней привал? Пере что? Я не понимал, А может мы эту песню сделаем? В принципе, можно. Вайнат, собственно, брат. Спасибо, кто прислал его нам. Ульга Антошина его прислала. Антошина, спасибо. Филе судачка с картошечкой порезали и отправляем в духовку. Жалко, что это, конечно, не красная рыба. Отлично, мы этому очень рады. Мы этому рады, конечно. Пока есть еда, мир прекрасен. Вы согласны? Пока есть прекрасная еда и красивые тарелки, тогда мир прекрасен. А так он не очень прекрасен, что-то. Ну, он всегда прекрасен, Ксю, мир всегда прекрасен, пойми ты это. Ты знаешь, я в какой-то момент понял, что не надо судить и жаловаться на то, что происходит в мире, потому что ты сам виноват в том, к чему ты приходишь. Я понял, что надо во всем искать хорошую сторону, понимаешь? Это очень сложно сделать. Сложно, сложно к этому прийти. Можно просто чистить за печью. Я, ты знаешь, я в свое время был такой дурной. Я пост. А, ладно. Так, мне нужно отлучиться в домскую комнату. А что ты там будешь делать? Это секретики. Спасибо. Спасибо. Да я сама-сам-сам-сам... Зам-сам! самсан самса самса ладно поехали скажи пожалуйста ли зачем юрцу листок с ручкой смеси ты была с ним же то я поняла что он вес чем он болен то 6 7 у кого нибудь есть катюшенька у меня нет у меня есть 9 у меня 8 я спросила 6 7 7 7 9 нет у меня нет вообще стоять меня тут отвлекают да крой все может стоп 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 вечеринка для кати организатор всю я не понял это чё типа задание или чё такое вечеринка для катя организатор ну да ну да мы сегодня это сегодня надо здесь нету написано что это задание надо сделать я не понимаю почему так абстрактно написано да может может быть если мы сейчас оставим ситуацию может какая-то новая информация уточненная будет о катюк смотри начался сбор средств для вашего мероприятия ну ладно ну ладно люди не бездушные все таки хотят помочь люди которые нас смотрят они хотят помочь конечно спасибо большое всем кто хочет помочь спасибо большое мне это очень приятно буду очень благодарна я еще хочу сказать кто сейчас помогает нашу сложную ситуацию мы обязательно я запишу каждого на свой блокнотик и когда я выйду отсюда я обязательно добьюсь получить получу это наследство я отблагодарю потом каждого обязательно спасибо всем кто помогает нам сейчас в эти сложные моменты нам уже Зольда Каса написала что начался сбор сбор средств это что значит то есть получается люди могут не только бананы нам присылают да а также средства для проведения праздников стаканчики только может а деньги то есть получается если будут собраны деньги то мы потом сможем пойти в магазин а какой у нас бюджет ничего не известно только начался сбор так предполагают все нам посуду надо этот сбор зависит от нас надо просто попросить ребят реально очень неудобно просить вообще как бы не привыкла это делать всю жизнь вовсе делала сама но сейчас вот такая ситуация обстановка мне как бы облагодарю потом каждого я запишу каждого кто сколько чего там нам помог и по выходу отсюда мы получим наследство и вернем вам потом в стократном размере да да написали тебе задание ты прочитала да все хорошо да с чего организовывать я все организую а подождите а какой мы определились у нас будет вечеринка пижамная или по 90-х ничего все бита в стиле 90-х мы с каждым взяли по 6 карты но у нас нет а вот мои карты лежат вот так а почему они так лежат давайте заново раздаем заново раздаем подождите а прикольно было бы в стиле 90-х да устроить по-моему в афере в полоте я откуда знаю он у тебя что ли был стоп он что у тебя был нет он был в колоде Вася откуда ты знаешь что он был в колоде объясни мне ну откуда ты знаешь что он был в колоде давай я ничего не трогал вот так садись им играть написала что нужно отлучиться подождите изольда изольда а куда вы подождите изольда остановитесь пробочки или что